Мы с вами сейчас открываем третью встречу, третью сессию. Ролик это по порядку номер четвертый. У нас прошло две сессии, где на первой сессии мы занимались сенсорикой, восприятием этого мира, ощущением себя в пространстве, координацией движения. На второй сессии мы занимались эмоцией, учились создавать их, любили себя, привыкали к себе. И это была работа с правым полушарием, с полушарием образов, с полушарием эмоций, чувств. А вот сейчас мы переходим с вами к работе и с левым полушарием. А то, что-то он у нас засиделся. В левом полушаре и логика, и расчет. Но сегодня мы займемся там, речевым центром. Как слово наше отзывается в нашей фантазии. И насколько связано это слово из речевого центра левого полушария. С теми возникающими эмоциями, чувствами, образами в правом полушарии, которые и вызывают в нашем теле некие соматические проявления. Поэтому как бы мы перешли на вторую ступень. Первая ступень закончена. И с каждой ступенью все больше будет усложняться, углубляться работа над нашей психикой. Над нашим внутренним миром. Над нашим адекватным отражением этого мира. И нахождение места в этом мире. Мы же с вами учимся жить качественно. Мы же занимаемся экологией своего внутреннего мира. Позанимались с правым полушарием. Теперь переходим к левым полушарием. Но нисколько не забываем и про правое полушарием. А потом будем все это объединять. Соединять в нашем теле сома, тело и психосоматика. Это та наука, которая в психологии позволяет понять ваши мысли, как связано с вашим телом. Но вы-то знаете свои панические ноги. Мы их скоро уберем. Пока они пусть как кошка под ногами путаются. До встречи.